Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время, у кого какая страна. А с вами я, Вивьена, и на том канале, где мы говорим про наших любимых, про наших настоящих, про наших бывших, про наших будущих. Мы говорим про них, про вторые половинки, про наших партнёров. И не надо о них думать плохо, какие бы они ни были, потому что они есть наше зеркало. Мы смотримся и видим себя. Когда вы это поймёте, станет сразу понятно, почему что-то не складывается. И главное, запомните, девочки, мужчины никогда не уходят к ним. Они всегда уходят от нас. И где-то была наша ошибка, где-то визгливость, где-то чего-то требовали. В конечном итоге получили фенита ля комедия. А можно всё переиграть. А сегодня просто шок, вот просто взорвёмся. И смотрим скорее, и смотрим до конца, что вы значите в жизни вашего партнёра. Вы можете смотреть на любого человека, на который сегодня, который был, с которым вы знаете, то есть с которым у вас были общения. Если вы его просто по интернету, то вообще-то особо не смотрите. Ну, можете загадывать, но интернет, это такое дело, это просто игра и обман. Игра и обман. Где вы там на сайтах знакомитесь, это игра и обман. Ну, давайте смотреть про него. Я кладу сюда, делаю побольше нам места. Сначала посмотрим, какой он сам по себе сам. А знаете, я хочу вот так. Я возьму вот такие карты, и мы посмотрим, какой он сам по себе сам. Что у него сейчас, мы будем смотреть. Вот что у него сейчас. Что у него сейчас. Сейчас у него какие-то хлопоты, возможно, и по вашу честь, потому что дама черви. Смотрите просто по тому общий расклад, по обстоятельствам. И действительно, он очень переживает. Ударчик хороший у него с вашей стороны. То есть он ударяется. Ударяется, это значит, и какие-то чувства у него есть, и какие-то переживания есть, что у него сейчас. Он вообще думает о каких-то... И с вами, может быть, о каких-то документах, о каких-то... Но это не домашнее, это то, что извне. Ой-ой-ой-ой-ой, что у него, я говорю, что у него как бы в настоящий момент энергетический. И сейчас он очень сильно злится, и на него злятся духи. На него злятся боги, даже не духи, а боги. И злятся очень за то, что он нарушил какие-то правила. И вот духи вылезли. Так на этом человеке есть действительно сущности или духи. Сам он их нацеплял за хорошее свое поведение. Или кто-то ему помог нацепить. Вот такое у него сейчас энергетическое внутреннее состояние. Нравится вам такое? Не нравится? Будем принимать и смотрим дальше, если все подходит. А теперь мы будем смотреть, какое значение вы занимаете в жизни этого человека. Вместе вы, не вместе, врозь, не врозь. Человек о вас думает, и вы вышли. Какое значение вы занимаете в жизни этого человека? А мы вот так посмотрим, какое вы значение занимаете в жизни этого человека. Какое значение вы занимаете уже? Да, у многих это будет то, что он вас потерял. Может быть, физически потерял уже, то есть вы не рядом. А может быть, он потерял вас уже морально, духовно. Какое вы занимаете место у этого человека? Да, понимаете, как будто он потерял, и теперь начинает понимать и созревать, что локоток-то не укусишь. И тут еще человек начал понимать, что или он мало знает, вообще знаний мало, о том, как должны протекать отношения, какая должна быть семья. Или на человеке, человек под каким-то воздействием. Это не обязательно магия. Вы во всем, вот, на него наделали. Понимаете, если бы на каждого первого наделывали, то ни одного человека уже на земле бы не осталось. Мы сами на себя наделываем своими мыслями, своими действиями, своими поступками. Хотя может быть такое, что на нем действительно чернота, но это не обязательно портит. Черноту нужно тоже снимать. И Ливьена одна из специалистов и профессионалов по снятию всякого негатива черноты. И кокон восстанавливает в том уровне, которым необходимо. Ну и давайте теперь смотреть, что вы. Будем теперь, возьмем, вот эти карты. Я люблю очень карты логиновых, очень они говорящие. Карты шамана логиновых. И будем смотреть, что вы на данный момент значите для него. Для него он понимает, что он вас потерял. Потерял, как, знаете, вы как, действительно, как журавль в небе. Вы как аист чистоты. Аист в небе. Аист на крыше. Аист на крыше. Мир на земле. Вот вы как аист на крыше. И вот вы олицетворяете это чистое гнездо. Но он засорился, как водопровод старый. Ну давайте, какое значение вы теперь в его жизни? Вы в его жизни, видите, как я тут ничего не придумываю. Девятка монет. Вы для него, вот как и здесь показано. Вы для него женщина, которая есть сила, матерь, семья. А он там в облаках летает. А теперь вы там на земле с цветами, с розами, с лилиями, с благородными, с лотосами. А он всё, понимаете, какое значение? А он называется прыгал, 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 прыгал и допрыгался. Всё чего-то там из пешек искал пешку самую главную. Но так вот потом понял, что как раз вы-то и стали королевой из этих пешек. Но только что у него какое значение? Знаете, могу сказать вам, у большинства, кто смотрит этот расклад, вы открыли ему дверь в необъяснимое. Вы открыли ему дверь в свет и в то, что он вообще не познавал. Он всегда считал. Трах тебе, дох тебе, дох тебе, дох тебе, дох тебе, дох тебе, ах. И всё. И всё. И вот это смысл жизни. Пожракать, поспакать, деньжакать. А ещё хорошо бы ещё и взять. А тут вы открыли ему, что есть свет, что есть доброта, что есть сердце, что есть любовь. И что сердце может болеть. И сердце может плакать. И что он сейчас думает о вас, этот ваш партнёр? А сейчас бы ему очень хотелось бы рискнуть. Потому что вас разделяет какая-то дорога железная, знаете, шпалы, шпалы, шпалы. И в это время всё время идут поезда. Джик-джик, джик-джик, джик-джик. И он никак не может проехать. А ему очень хотелось бы... Вот он хочет рискнуть. Он не знает, как, как, как. А ещё он знает, что вы по справедливости поступите. А его справедливость и ваша справедливость – это разные вещи. Он знает, что вы по справедливости поступите. Потому что вы любите честность, вы любите правду, вы любите... Если защищать себя, защищать свою семью, то защищать. И должно быть чётко всё по правилам и по закону. Что он думает о вас? Он думает о вас и понимает, что вы к нему присланы. Отцом и Духом. Отцом и Сыном и Святым Духом. Вы поздно присланы от того света, который вы ему показали. Возможно, вы верующие. И верите вот истинно сердцем. Возможно, просто мы верим всегда. Только каждый по-своему. Одни верят в догмы, которые говорят в храме. Другие верят истинно. Третьи верят дома. Но читают и Библию, и ещё что-то. Каждый по-своему. Главное, чтобы это было не фанатизм, а светлое такое чувство. Я рекомендовала в своём канале Телеграм фильм про доктора Джузеппе Итальянского. Рекомендую вам посмотреть этот фильм. Кому интересно, спрашивайте, заходите в Телеграм. Я там давала ссылку. Фильм просто даже не объяснить. Потому что жить нужно так, как ты хочешь жить. И не просто навязываться своими какими-то этим людям, а просто жить. И если ты помогаешь, то просто вот так без этого невозможно дышать. Не то, что помогаешь, а просто ты это делаешь, не навязываясь ничего. А каждый сам выбирает. Вот он думает, что вы именно такая справедливая и умеющая как-то любить. Что вы, какое значение. Ну, я говорю, бегал, 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 бегал. Ну, возможно, и сейчас всё бегает, не знает, чего выбрать. А кто уже там постарел, не добегал, что по интернетам бегают, по сайтам, по разным. И по разным там этим, где вот такие же малютки. И самое главное, он вас боится. Какое значение? Боится, потому что вы действительно справедливы. Вы, может быть, кто-то плачет. Ой, пусть вернётся, если вот там что-то... Ой, он такой помирится. А знаете, трус не играет в хоккей. А этот трус не играет даже в футбол настольный. Он боится всегда проиграть. А он знает, что с вами, как он в значении, он всегда выигрывал. Потому что вы давали ему то пендель волшебный, то какую-то цель ставили. И он эту цель выполнял. И выполнял эту задачу. Что он думает о вас? Ну, конечно, он прекрасно понимает, кто вы. Вы королева мечей. Вы неприступная королева, которая кажется, что она как айсберг. А на самом деле у неё очень ранимая душа. И которая умеет чувствовать, умеет помогать. И он это теперь понимает. И для него это очень важно. Только вот где-то потерялась. Понимаете, была ниточка привязанная. И взяла, она разорвалась. И даже если эту верёвочку связать, то уже когда вы будете её вот так вот тянуть, верёвочку, тот же узел будет, тот всё время будет задеваться. Вы для моего партнёра очень важный человек в жизни. Вы перевернули его жизнь полностью. Как вы перевернули его жизнь? А вы перевернули его жизнь так, что, понимаете, он теперь понял как-то, понимает, что вот в этом вот суматохе всех этих каких-то радостей, каких-то гулек, ещё чего-то, людей, самое важное, это сам человек, сам он. Что вы дали ему понять? Вы дали ему понять, что женщина обладает очень большими способностями, и что женщина может быть и самодостаточной сама по себе. Она может и зарабатывать деньги. И она действительно королева. И она присмирит любого быка. Кто вы для него? Ну, он вас боится, да. Он так показывает, что он как петух в курятнике, а у петуха, у которого ободрали все перья на хвосте. Он от вас обороняется, потому что он боится. Он одно думает, другое чувствует, а третье он делает. А что ж он делает-то? А делает он, всё время падает в какую-то яму, пытается всё время оттуда выйти, строит планы какие-то на будущее. И что-то эти планы у него не совсем идут туда, куда надо. Кто вы для него? Ну да, вы для него действительно та женщина, когда он имел цель, задачу и идти вперёд. Рисковать идти вперёд. И вы из него, из пажика, из маленького мальчика, вы сделали из него рыцаря. Рыцаря, ну вы для него, перевернула колоду, вы для него королева чаша. Вы для него благоухающая роза, благоухающий алый цветок радости и счастья. Вот так-то. И исполнение желаний. Это так вот он, вы значение имеете. Ну, да, вы давали ему движение вперёд. А что он сейчас-то думает, что делать-то? Ну, тут я не буду так карту показывать. А он думает, что вас можно тоже вот только-только этим вот, жезликом-жезликом завоевать. Ну, нельзя показывать такие карты сейчас. И да, знаете, этот человек, вот знаете, какой этот человек, и какое значение вы для него? Вы для него действительно королева. А он не может завоевать королеву. Поэтому он от трусости отошёл, ушёл. Или у вас какая-то конфликтная ситуация. То есть у кого-то ушёл, у кого-то не ушёл. У кого-то просто конфликтная ситуация, недопонимание, непонимание. Ему проще уйти, чем победить. Ведь королеву надо завоевать. А он не будет. Он думает, что завоевать можно только вот это же. Шлёп, шлёп, шлёп. И всё-таки что он будет делать для него? Это очень больно. У него болит сердце, он о вас думает. А вы пара, вы вышли. Он король мечей, и вы королева мечей. Вот тут вот, где она была. Королева мечей. Не буду выискивать. Вы пара. И он думает, как же ему, если вы пара, как же ему, на какой собаке, на какой лошади, и на чём ему поехать. Мерседесе, запорожце, велосипеде, самокате. На чём ему поехать. И вот я опять перевернула колоду, перемешала. И он не знает, он выхода не знает. Вы для него очень много значите. Только выхода он не знает. И никто ему, понимаете, вот ему как будто никто не может помочь. Не посоветовать, что поступить. А кто бы ему мог помочь, как поступить. Да никто, видите, никто. Потому что у него самого, вот знаете, как опустошённое уже сердце и душа. И ему даже советовать-то никто не хочет, потому что все считают, что он какой-то гуль-гуль-бань-бань-бань. Как будто пустое. И никто ему что советовать будет? Потому что что ему посоветовать, он всё равно будет потом по-своему. То на север, то на юг, то на восток, ещё куда-нибудь прыг-скок. И что бы он хотел, давайте скажу, что он бы хотел сказать вам, именно вам, вот если бы он мог это сказать, вот понимаете, если бы мог сказать вам вслух, обнять вас за плечи и сказать бы вам вслух. Он хотел бы сказать, что он хоть и не раскаивается, но знаете, он понимает, что за всё придёт суд, суд, карта суд. И надеется, он говорит, а может быть начнём как-то заново, может быть можно начать заново. И сейчас я вам скажу одну вещь. Если вы в ссоре со своим любимым, вы живёте с ним вместе, просто встречаетесь. Девочки, носите платки, платки наши на голове, на шее. Вот эти платки такие красивые, с цветами, с розами. Носите эти платки, чтобы ваша энергия. И если вы с мужчиной поссорились, то подойдите к нему аккуратненько сзади и накиньте ему свою шаль на плечи и обнимите. В 150 процентах, не знаю каким образом это срабатывает, и вы с мужчиной находите общий язык и миритесь. Пишите в комментариях, принимаю, приобретаю зла, ни себе, ни другим не желаю. Во благо мне, во благо всем. Жду вас в телеграм. Пока-пока. До новых встреч. Бивьена.